Итак, битва за дешевый аквариум или сокращенно БЗДА Ну а напоследок дам пару рекомендаций Усаживайтесь поудобнее, налейте кружечку чая, возьмите пряники и поехали! После выпуска последнего видео, зрители узнали о том, что у меня осталось 35 рублей Если быть точнее, 37 Стали поступать советы и рекомендации о том, куда их потратить Если помните, все началось с того, что я решил с самого начала битвы потратить всего 1 тысячу В общем, хорошенько подумав, принял решение завести двух молоденьких ампулярий Замечу, что самые дешевые ампулярии только у тех, кто их разводит по 15 рублей за штучку В зоосалонах цены от 50 рублей и выше, в зависимости от размера и окраса Но в конце видео мы еще об этом поговорим Улитки быстро освоились и принялись за уборку аквариума Итого у нас 5 разношерстных Данио, 2 ампулярии и 10 креветок вишневых Но если честно, креветок уже больше Появились детки креветки Более того, если вы смотрели прошлое видео Я говорил о том, что хочу получить потомство от Данюшек Продать их и отбить ту самую несчастную тысячу, которую мы потратили на этот аквариум Тем самым вывести потраченную сумму на взду в ноль Конечно, это будет происходить вне проекта битвы Так как битва подошла к концу Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Ну так к чему я все это веду? Дело в том, что по сей день рыбки сидят в этом аквариуме И нерестовик я еще не оформлял Ждал окончания битвы Но рыбки меня ждать не стали Когда они успели отмедать икру, я и не знаю Но однажды вечером я обнаружил мальков Они к тому времени еще не поплыли А лишь проклюнулись и лежали, зацепившись за листья растений На самом деле, эта история печальная Так как многие из вас знают, что данюшки едят свое потомство Если их не отсадить Как это и случилось в этом аквариуме Пока я искал свободную банку Так что в самое ближайшее время Начнем разводить даню Судя по тому, что икра не испортилась Малек проклюнулся Могу судить о основных показателях воды Тесты ведь нам проводить нельзя Но, полагаю, показатели в норме В аквариуме наладился биобаланс Теперь при макросъемке Никакой живности нет, как это было после запуска Обратите внимание на растение Я вас просил сообщить, как оно называется Если, конечно, знаете Итог Никто не знает его название За это время Оно достаточно хорошо разрослось При этом у одних стебельков листья вытянутые У других округлые Хотя семена были абсолютно одинаковыми Если вдруг вы узнаете название Обязательно напишите Буду вам премного благодарен Ну а сейчас, в течение двух минуточек Давайте вспомним, как это было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, теперь давайте поговорим откровенно На самом деле, все еще проще Чем вы можете себе представить Возможно, руки трясутся при запуске первого аквариума Задумываешься о том, где купить растения Где рыб и прочее Но проходит время Появляются знакомые по интересам У которых тоже есть аквариумы И вас уносит в круговорот И вас уносит в круговорот аквариумистики Не жалко отдать ее своему другу или коллеге А вот выкинуть жалко Вы знаете, как быстро плодятся гуппи? Конечно, бывают исключения Но в большинстве своем аквариумисты не знают, куда их девать И порой выливают молоть в унитаз Поделиться гуппяшками порой за радость Улитки ампулярий, как и гуппи, часто являются головной болью Поэтому с рук их продают по 15 рублей А порой просто самовывоз Возможно делать обмен Например, вы отдаете лишних пиццилий, а вам пару пучков в мха и так далее Во время этой битвы у меня вот так на халяву появились компрессор Валиснерия, гидрокатила, белоголовая, водяная капуста Или, как говорят, пистия и многое другое Но, соответственно, если бы я их в этом аквариуме разместил во время бзды То пришлось бы их включать в стоимость Или говорить, что это халява Но, как показала практика, зрители халяву не любят А она есть Плюс, когда вы запустите второй аквариум У вас уже есть не только опыт, но и свои растения Лишние рыбки и прочее, прочее, прочее Грубо говоря, последующие аквариумы в оформлении могут обходиться дешевле Если это не что-то совсем в другом стиле Что мне дал этот проект? В первую очередь опыт Я, честно говоря, сам не совсем понимал, как уложиться в 1000 рублей А в итоге еще 7 рублей осталось Конечно, если бы сейчас все повторить и запустить новый аквариум за 1000 Я кое-что сделал бы иначе Оформление? Конечно, оформление получилось простенькое Взять, например, коряги Можно было бы взять красивый корень, но на улице в то время был снег по колено Достать из другого аквариума можно Прошлогодний или еще какой-то Но это было бы нечестно по отношению к вам Я делал по факту И материал использовал тот, что есть сейчас на улице Помимо этого, я добился чего хотел Чтобы каждый мог себе позволить сделать подобное Чтоб это было не сложно Ведь для канала Пар это первое видео с оформлением Я и не думал, что среди подписчиков такой интерес к теме дизайна К теме оформления Как говорил ранее, сложность оформления я буду увеличивать В каждом новом видео, посвященном этой теме Островок с джунглями Второй островок пустой Меня кто-то из подписчиков спрашивал А что будет там? Я действительно хотел и хочу оставить место Свободное для плавания рыб Люблю рыб Но уже сейчас понимаю, что сделать это не получится Там будет стоять маленький вабикуски Который я буду готовить для запуска нового аквариума Вы скоро все это увидите Чтоб не пропускать новых видео И следить за новыми выпусками Не забывайте подписываться И нажимать на колокольчик С 1 июня начинается голосование Для того, чтобы проголосовать Вам необходимо пройти по ссылке Которая находится сразу под этим видео И в группе ВКонтакте Голосуйте Так, как вам подсказывает сердце А у меня на этом все Всего вам самого доброго И до новых встреч в новых видео На канале Пар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!